Когда обсерватория КФО окажутся в списке ЮНЕСКО? Работа ведется постоянно. Это и выявление исторического и культурного наследия, это, во-первых, та архитектурная база, те приборы, которые есть сегодня, они приводятся в порядок. Партнерство КФО и Организации Исламского Сотрудничества. У нас сейчас учатся порядка, наверное, около тысячи ребят, так или иначе, связанных со странами, которые входят в Организацию Исламской Конференции. Всем привет! В эфире Университет Ньюс, а в студии Жасмина Хазиева. В Казанском федеральном университете состоялся международный семинар, посвященный разработкам экологически безопасных нефтепромыслов и реагентов для арктического шельфа. Ученые НИЛ гидратных технологий утилизации и хранения парниковых газов представили четыре доклада с результатами исследований по созданию многофункциональных ингибиторов. Продолжается работа по продвижению астрономических обсерваторий Казанского университета в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Подробнее об этом телеканал рассказал временно исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Тему продолжит наш корреспондент. Сейчас на территории Татарстана находятся три объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. Казанский Кремль, Успенский собор на острове Свияжск и археологический комплекс города Болгар. Статус объектов ЮНЕСКО может получить комплекс обсерваторий Казанского университета. Сбор необходимых документов начался еще в конце 2019 года. Тогда в рамках форума «Астрономия мировой наследия» была подготовлена заявка на включение обсерваторий Казанского университета в предварительный список всемирного наследия. В декабре 2020 года обсерватория была включена в этот предварительный список, а в ноябре 2021 года КФУ успешно прошел предпоследний этап включения астрономических обсерваторий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сотрудники Казанского университета подготовили пять томов, которые включают в себя описание комплекса обсерваторий и генеральный план развития. В рамках кампании также был создан сайт обсерватории. Сейчас интернет-ресурс переводится на английский язык. Комитет Всемирного наследия рассмотрел номинационное досье объекта и подтвердил факт соответствия пакета документов заявленной номинации. Сейчас получено номинационное досье. Оно будет рассматриваться Международным комитетом по делам культурного наследия ЮНЕСКО. Дальше оно передается, если оно соответствует всем требованиям, будет передаваться Международный совет по сохранению памятников культурного наследия и Международный астрономический союз, который будут назначать уже техническую комиссию для того, чтобы она выехала, посмотрела все на месте. Казанская городская астрономическая обсерватория была построена в 1838 году на территории Императорского университета благодаря деятельной помощи ректора Николая Лобачевского. Именно здесь казанские ученые проводили систематические наблюдения астрономических явлений и сделали первое открытие. Фактическими создателями этой обсерватории являются два друга астронома Дмитрий Дубяга и Василий Энгельгард. Последний, в свою очередь, перед смертью безвозмездно передал Казанскому университету первоклассное оборудование, которое до сих пор сохранилось на территории современной обсерватории. В 2014 году на территории обсерватории по инициативе ректора Ильшата Гафурова было проведено перезахоронение Энгельгарта. В котором принял участие им. Тимир Шаймиев. Работа ведется постоянно. Это и выявление исторического культурного наследия. Это, во-первых, та архитектурная база. Те приборы, которые есть сегодня, они приводятся в порядок, проводят их инвентаризацию, описание. Это и работа по самой территории. Дело в том, что там имеется уникальное насаждение, деревья. Есть озеро очки, которые мы тоже должны благоустроить, посмотреть. Очень большая работа ведется по расширению нашего культурно-простительского комплекса. В октябре 2021 года государственный советник Татарстана Ментимер Шаймиев принял участие во встрече послов доброй воли ЮНЕСКО и артистов ЮНЕСКО во имя мира. На встрече была представлена программа деятельности послов доброй воли ЮНЕСКО. 17 февраля этого года в Казанском Кремле КФУ представил план дальнейшего развития комплекса астрономических обсерваторий. Самое главное событие, которое будет происходить в 2022 году, это в июне 2022 года будет проходить юбилейная сессия Международного комитета по делам культурного наследия ЮНЕСКО в городе Казани. Будут участвовать представители 193 стран, которые подписали этот документ 50 лет назад в этом году юбилей. И мы очень надеемся, что проведение вот этого грандиозного форума позволит нам также продвинуть наше досье в плане показа наших исторических ценностей, которые есть в Казанском университете, обсерватории. И мы ожидаем все-таки, что комиссия и техническая комиссия, и консультативная комиссия, скорее всего, приедут не раньше осени 2022 года. По словам государственного советника Татарстана и посла доброй воли ЮНЕСКО Ментимера Шаймиева, продвижение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, номинации «Астрономические обсерватории КФУ» — это уникальное явление не только для Татарстана, но и для страны в целом. Ранее подобных самостоятельных номинаций, связанных с темой науки, в России не было. Астрономические обсерватории являются совершенно новой номинацией. Это вклад отечественной российской и татарстанской науки в мировое культурное наследие. На встрече касательно астрономических обсерваторий временно исполняющий обязанности ректора Дмитрий Таюрский отметил, что в настоящее время особое внимание уделяется инфраструктуре Загородной астрономической обсерватории имени Энгельгарта. Впереди один из самых важных этапов для номинации астрономических обсерваторий КФУ — юбилейное заседание Комитета всемирного наследия и прием комиссий. А пока что на территории обсерватории проводятся работы по подготовке культурного наследия. Роберт Хасанов, Универньюс. В минувшие выходные состоялось традиционное выездное мероприятие для студентов «Поезд здоровья». Участие в оздоровительном выезде приняли представители Института информационных технологий и интеллектуальных систем и Института психологии образования. Казанский федеральный университет посетила делегации молодежного форума организации «Исламского сотрудничества». О чем говорили на встрече со студентами, смотрите далее. В составе делегации Казанский федеральный университет посетил президент молодежного форума организации «Исламского сотрудничества» «Таха Айхан». С приветственным словом выступил проректор по образовательной деятельности КФУ Тимирхан Алишев. У нас сейчас учатся порядка, наверное, около тысячи ребят, так или иначе, связанных со странами, которые входят в организацию «Исламской конференции». И я думаю, что проведением подобных мероприятий мы еще больше продвигаем и Казанский федеральный университет, те программы, которые мы реализуем, в том числе в Институте международных отношений. И, безусловно, это на пользу и научному сотрудничеству, потому что эти ребята, которые к нам приезжают, они в том числе являются такими агентами, достаточно активными у себя в странах. И, безусловно, это в дальнейшем будет способствовать развитию международных взаимодействий. В конце прошлого года Казань получила статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. Встреча со студентами Института международных отношений Казанского университета стала частью подготовки к ряду мероприятий в рамках сотрудничества с ООИС, запланированных на 2022 год. Будем рассказывать студентам Казанского университета о тех возможностях, о новых возможностях, которые благодаря победе и получению этого статуса откроются для ребят. Особенно, конечно, это интересно будет для ребят, которые обучаются по специальности, связанной с международной дипломатией. И для них это будет отличный опыт быть включенными в процесс. Желающие могут войти в состав организаторов, стать волонтерами и влиться в атмосферу международного сотрудничества. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюз. В Институте филологии и межкультурной коммуникации прошел Международный день родного языка. О том, как прошло мероприятие, узнаете в следующем сюжете. Орфографический конкурс, научно-популярные лекции и конкурс чтецов. Именно такую программу праздника представил Институт филологии и межкультурной коммуникации в этом году. Причем стоит отметить, что мероприятие в честь Международного дня родного языка не направлено на чествование великого и могучего русского языка. Разнообразие родных языков можно заметить, например, на конкурсе чтецов, где студенты зачитывали произведения на родных языках. Несмотря на то, что мы стремимся все к такому понятию, как глобализация, очень важным является понятие сохранения родного языка. Для каждого из нас есть свой родной язык, с которым связано очень многое. Это культура, это малая родина. В рамках мероприятия доцент кафедры провела лекцию про многоязычие на территории Республики Татарстан. Происходит взаимосвязь языка, взаимосвязь культур, взаимосвязь искусств. И об этом мы тоже скажем. Занимательной частью мероприятия стал так называемый спелл-баттл. Участникам предстояло соревноваться в произношении сразу в двух языках – русском и английском. Произнести слово по буквам и не ошибиться в написании произношений. На первый взгляд задание довольно простое. Но чем ближе к финалу баттла, тем труднее слова. Но, как говорится, игра стоит свеч. Лучших студентов в конкурсе чтецов и баттли произношения наградили за отличные результаты. Роберт Хасанов, Амир Юлдашев, Универньюз.